Всем привет, с вами Катя и в сегодняшнем видео я вам покажу, как сделать яркий трендовый макияж с помощью палетки от NYX. А также в конце видео мы объявим 5 победителей из видео тест-драйв помад Maybelline, так что смотрите до конца. Как я уже сказала, сегодня мы будем использовать палетку Brights от NYX. И как вы уже успели заметить, она не совсем базовая и не совсем повседневная. Но яркие неоновые цвета сейчас в тренде, поэтому не стоит их бояться. В этой палетке две разных формулы теней, с матовым и с сатиновым финишем. У них довольно средняя пигментация, но при правильном использовании продукта они могут выглядеть так же ярко, как и в рефиле. Продукт отлично наслаивается, поэтому с этими тенями сложно переборщить. Также они практически не осыпаются, стойко держатся на веках и прекрасно тушуются. Сегодня я решила более подробно рассказать о макияже глаз, как сделать, чтобы цвета выглядели максимально ярко, а также как продлить их стойкость. Поэтому я уже нанесла основу и сделала брови, и мы сразу приступим к макияжу глаз. А если вам интересно, как же я все-таки наношу свою основу, ссылочки на наше предыдущее видео я оставлю вот здесь. Первое, что важно в работе с яркими цветами, это подготовить кожу. Я рекомендую наносить крем для кожи вокруг глаз перед нанесением тональной основы и последующих продуктов, чтобы кожа была максимально увлажненной. Второе, что стоит учесть, это праймер для век. Вы можете использовать свою тональную основу, консилер или же специальный праймер. Я лично люблю использовать консилер. Это поможет добиться максимальной пигментации теней, а также упростит работу с продуктом. Но обратите внимание, что праймер не стоит припудривать, так как при смешивании пудры с тенями они могут потерять свою пигментацию. Мои личные фавориты в этой палетке это вот эти четыре цвета. Я бы точно их носила на каждый день. Но сегодня мы с вами будем использовать более яркие оттенки. Первый оттенок, который мы будем использовать, это вот этот фиолетовый. Я наношу его полностью на подвижное веко, круглой кистью и такими вдавливающими движениями. Обратите внимание, что сначала я пытаюсь добиться максимальной пигментации цвета, а потом уже мы будем придавать теням форму и растушевывать. Теперь такой же круглой кистью, но чистой, я аккуратно растушевываю границы. А затем этой же кистью я возьму вот этот оранжево-персиковый оттенок и нанесу его в складку века, создавая легкий переход. Как вы уже успели заметить, сегодня я делаю более круглую форму, в отличие от предыдущих видео, где я делала более вытянутую. И затем я беру маленькую тушевочную кисточку и нанесу вот этот ярко-желтый оттенок прямо под бровь. Мне показалось, что персиковый цвет немного затерялся между фиолетовым и желтым, поэтому я решила вернуться и той же кистью сделать его более интенсивным. Как я уже сказала, тени хорошо наслаиваются, и это огромный плюс работы с ними, так как вы можете всегда вернуться на шаг назад и подправить то, что вам не понравилось. И затем те же цвета я нанесу на нижнее веко, делаю такой же переход, но в обратную сторону. И буду использовать те же самые кисточки. Продолжение следует... Я решила придать немного объема верхнему веку, поэтому нанесу вот этот темно-фиолетовый оттенок на внутренние и внешние уголки глаз и растушую аккуратно к центру. Музыка Музыка Мне уже очень нравится, как выглядит этот макияж, но нужно еще расставить пару акцентов и сделать глаза выразительные. И первое, что я сделаю, прорисую область между ресницами вот этим карандашом от Maybelline, который называется Tattoo Liner. Мне очень нравится работать с этими карандашами, так как они очень мягкие, но довольно стойкие и не размазываются. На серединку подвижного века я решила нанести немного кремовых теней, также от Maybelline в коллаборации с Puma. Я выбрала вот этот серый оттенок, мне очень нравится, что он дуохромный и отливает голубым, фиолетовым и золотым оттенками. Я наношу его прямо из тика на серединку века, а затем аккуратно растушевываю пальцами. Этот продукт моментально застывает и не растекается. Музыка Во внутренние уголки глаз и под бровью я нанесу хайлайтер, также из коллекции Puma и Maybelline. Я наношу его такой маленькой круглой кистью и аккуратно растушевываю, чтобы не было четких линий. А для губ я выбрала нюдовую матовую помаду, так как у нас уже достаточно цвета на глазах. Музыка Вот такой вот макияж у меня сегодня получился. Музыка И конечно же мы хотим, чтобы вы экспериментировали со своими образами, выглядели ярко и стильно. Поэтому решили разыграть точно такую же палетку от NYX и условия конкурса как всегда очень просты. Быть подписанными на наш канал, поставить пальчики вверх этому видео и напишите в комментариях, какой оттенок теней вы используете чаще всего. А у нас готовы результаты конкурса из видео тест драйв помад Maybelline и у нас целых пять победителей. Первый это Анна Манчук, второй Наталья Тутыхина, третий Ольга Авторская, Нина Горбань и Мария Амельчук. Я вас поздравляю, каждая из вас получает по помаде Maybelline. А мы хотим, чтобы вы как можно быстрее получали свои подарки от нас, поэтому сделали небольшие изменения. Пожалуйста, если вы услышали свое имя в списке победителей, то пишите нам на страничку в Facebook. Ссылку на нее вы сможете найти внизу в описании. Я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!